В основном шатровое право строится в 16-м столетии, в 17-м веке в силу исторических обстоятельств это нашествие самосланца первого, второго, пульско-литовская интервенция естественно подрыв экономики строительства не ведется и только в 20-е годы как-то возобновляют и как правило все шатровые церкви, которые тогда строятся, они над сомкнутым сводом а здесь мы видим в возвращении вот такой возбратиции, которая существовала в 16-м веке белый цвет в середине 17-го века, он обычно всегда обогащен израстами, росписьми многоцветными вспоминаем церковь Никола в Хамовниках, например а здесь нет ничего, вот такой аскетизм 16-го века, который подчеркивает монументальность, сровость вот такую строгость этого храма мы видим, что в основе кубическое основание, которое переходит в восьмигранник а вот этот восьмерик, он единственным чем украшен это несколько рядов профилировок на зеркалах восьмигранника и все, окна вы видите узкие, вытянутые, как в 16-м столетии ну и точно так же оформлены и два предела тоже кубическое основание, восьмигранники но если в первом центральном, вы видите, переход к восьмигранникам украшен телевидными кокошниками то в угловых это треугольные фронтоны конечно, храм смотрится отсюда очень таким аскетичным и более прибежен к принадлежащим традициям 16-го столетия но, несмотря на это, в 17-м веке, когда он был построен он выглядел более живописным потому что колокольня, она была расположена с угла с северо-западного что, в общем-то, не часто встречается такая асимметричность сейчас, когда мы вошли, вы видели и колокольню чуть в стороне стоящую, но это поздняя колокольня 1868 года надо сказать, что вот такое расположение колокольни связано было с тем, что это была церковь домовая, патриаршая и она соединялась с крытым переходом с палатами патриаршами которые стояли к западу от нее существует описание этих палат они были двухэтажными первый этаж был каменный, второй этаж был деревянный с красивым шатровым пунктом и вот красивым переходом, который вел сюда но надо сразу, касаясь истории этого места, сказать, что патриаршая резиденция была здесь и на протяжении всего 17-го века в то время, когда патриархом был отец первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича патриарх Филарет и поэтому сюда, в общем-то, из Воробьева Михаил Федорович к своему отцу хаживал к обедне именно в эту церковь царь Алексей Михаилович сюда тоже ходил к патриарху но, а потом, в 1721 году, когда Петр I упразднил патриаршество вообще как систему правления русско-православной церкви, проводя реформу это уже к синоду принадлежала церковь и здесь уже как-то все по-другому стало устраиваться а с 1861 года это просто приходская церковь после отмены крепостного права ну и вот мы с вами говорили, что единственное, чем жила эта церковь это то, что вот промышленные предприятия в аренду сдавали а уже в конце 19 века местные люди жили тем, что работали в Москве в качестве излишек отсюда они ездили на работу в Москву на своих лошадях ну давайте пройдем с другой стороны, посмотрим на него вот мы с вами Субтитры сделал DimaTorzok